Большинство салдинских дорог приводила в порядок созданная весной этого года служба дорожного хозяйства у ЖКХ. Шестью контрактами на сумму более 17 миллионов рублей дорожники справились за лето. Первый контракт начинался с 1 июня по 12 июля. Дороги общего пользования. В них входят улицы Воронова, Восточная, Энгельса возле Турецкого берега, районная Чкалова-Калинина, все улицы, кроме Калинина, были сделаны в асфальте, то есть это в основном ямочный ремонт, я вам могу сказать только о квадратуру. Это более 4000 квадратов было сделано, и Турецкий берег это сплошное перекрытие, 1020 квадратов, естественно, с геосеткой. В этом году попробовали геосетку также. Второй контракт, он с 1 июня по 31 августа был, то есть тоже, естественно, в срок, даже раньше, он был закончен 10 августа. Туда входит, ну, самые большие улицы, это Третья Интернационала, Роза, Люксембург, как бы вы видите уже, как сказать, труды. Третья Интернационала, Народная стройка, Пролетарка, Вокзальная и Красноармейская. Это второй контракт дорог общего пользования. Потом у нас идут внутриквартальные дворовые дороги. Тоже достаточно большой контракт. Там площадь ремонта более 6000 квадратов. Подводить итоги ремонта подрядчики готовы. Специалисты администрации нет. Пока лишь один контракт дошел до точки оплаты. Внутриквартальная дорога, соединившая улицы Карла Маркса и Энгельса, обошлась местному бюджету в 1 млн 525 267 рублей. Для дорожников это предмет гордости. Для водителей – головная боль. Искусственные неровности, сделанные не по ГОСТу, выправить дорожники хоть и обещают, но сроки не говорят. Гуляющая дорога по улице Розы Люксембург лишь этим летом приобрела другой вид. 210 метров нового полотна водители оценили. Так же, как и съезд в него – старые ямы. Место, где заканчивается новый асфальт, выше старого на несколько сантиметров. Но эта дорога, как говорят дорожники, будет реконструироваться и в следующем году. Во-первых, мы подняли дорогу, мы ее раскапывали, мы убирали глину. Там, оказывается, грунтовые у нас воды. Мы, естественно, забивали это все, чтобы потом вода не пошла на следующий год. Опять же, щелень забивали туда же, расплинцовку, естественно, не асфальт. Она поднялась чуть-чуть, дорога. Но, опять же, если на следующем году будет реконструкция полная, почему бы и нет, и там поднимем. В этом году эту дорогу ЖКХ, то есть у ЖКХ, сделала, так скажем, за свой счет, по указанию, опять же, нашего генерального директора. И, как мы знаем от службы городского хозяйства, ее ввели в план на следующий год полную реконструкцию. Что там подразумевает полная реконструкция, мы еще не знаем. Но, опять же, лично, по моему мнению, там будут, наверное, менять линию освещения, тротуары ремонтировать. В общем, проводить полное благоустройство. Сами видите, что там дорогу привели в порядок, а тротуар, опять же, машины ездят, как ездили, это тоже неправильно. Но тоже нужно ограждение, какие-то клумбочки так вот поставить. Толщина слоя асфальтобетонного покрытия по проекту 5 сантиметров – фактически 6. Такие отклонения допускаются в работе. Результатами испытаний дорожная служба у ЖКХ довольна. Мы брали вырубки для предоставления их в лабораторию. Сертифицированная лаборатория города Екатеринбурга УГЛТУ, Уральский государственный технический университет, для приемки работ. То есть, естественно, это входит в перечень исполнительной документации, которую мы сдаем заказчику, для чего сдаем, чтобы показать свое качество. Результаты в лаборатории идеальны. Это вот как раз вы смотрите многоквартирные дома. 85 сантиметров – Карла Маркса, а 76 сантиметров – это Энгельса, да? Да, правильно. Толщина слоя по проекту фактическая толщина. То есть, толщина слоя по проекту? По проекту 5 сантиметров, у нас она практически 6. Естественно, в некоторых местах, и не в некоторых, а в большинстве случаев она идет больше. Потому что где-то ручным способом, где-то асфальтовкладчиком старались сделать больше. Меньше, как бы мы точно даем гарантии, у нас нигде нет. Это 100%. А сколько всего пробное испытание было отправлено? По всем объектам, то есть по дворам. 9 вырубок было отправлено по Розе Люксембург, 3 вырубки, Красноармейская, 3 вырубки. Много достаточно, чтобы сдать объем. Вторая дорожная фирма, работающая на Салдинских дорогах, Тагильская. Работы они хоть и сдали, но у принимающей стороны службы городского хозяйства к ним масса претензий. Цена вопроса по двум контрактам, куда вошли улица Карла Маркса, рабочие молодежи, Сабурово и Встигнеево, а также участки дорог в деревнях и селах, дворовые территории – около 8 миллионов рублей. Сезон дорожных ремонтов в Верхней Салде завершается. Последний в этом году контракт на ремонт тротуаров и пешеходных дорожек общего пользования. И снова в победителях у ЖКХ. Насколько качественно каждая из двух фирм выполнила дорожные работы, узнаем в следующем году. Хотя гарантийный срок ремонта в зависимости от его вида – от двух до четырех лет. По условиям контракта исправлять собственные ошибки дорожники должны за свой счет.